Ежегодно 15 января отмечается День образования Следственного комитета. Этот праздник появился в 2011 году, когда вступил в силу федеральный закон на Следственном комитете Российской Федерации. До этого Следственный комитет входил в состав прокуратуры. И вот уже 12 лет эта структура остается самостоятельной. Зона ее ответственности – сложные, опасные и резонансные преступления. Терроризм, бандитизм, финансовые махинации, а также коррупция. Рассказали о своей работе и подвели итоги прошлого года три следственных отдела Магнитогорска. Рабочий день в следственном отделе начинается с традиционного совещания. Сотрудников в правообережном отделе не так много, но все – профессионалы своего дела. У каждого на руках несколько серьезных преступлений, которые нужно раскрыть. Отметим, в их ведении также находится Кизильский район. Приоритетным направлением Следственного комитета по-прежнему остается борьба с коррупцией. Так, сотрудниками отдела за 22-й год окончено расследование по 17 уголовным делам, которые направлены в суд для рассмотрения. Выделяется на этом фоне уголовное дело бывшего заместителя главы города Магнитогорска из Малкова, Валерий Александрович, которое в настоящее время рассматривается в суде. Помимо этого, в 2022 году сотрудниками отдела задержаны по подозрению в совершении преступления. Коррупционная направленность заместителя главы города Магнитогорска Гаврилов с директором муниципального предприятия. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Виталий Плюшкин раскрытиями преступлений занимается уже 11 лет. Начинал с должности следователя. Сейчас заместитель руководителя. Признается, мечтал тут работать, еще когда был студентом. Работа безусловно сложная, интересная. Работа с людьми в первую очередь. Помимо знаний юриспруденции необходимо применять знания психологии, общение с людьми, подход к каждому человеку индивидуальный. Ну и естественно особое внимание потерпевшим от преступлений, которые нуждаются в нашей поддержке и защите. Для Рженикинзовского следственного отдела прошедший год традиционно был напряженным, ведь в их введении самая большая территория города. Так, в 2022 году в отдел поступило более 1100 сообщений о преступлениях. Возбуждено 245 уголовных дел. По итогам расследований более 140 направлены в суд для рассмотрения. Основным направлением работы является работа с гражданами. У нас поступило в 2022 году более 180 обращений граждан. Лично руководством, заместителями отдела было принято 70 граждан по отличным вопросам, в том числе не связанным, конечно же, еще и с работой именно следствия, расследованию уголовных дел. Очень много граждан обращаются за помощью по различным вопросам. Каждому оказывается необходимая помощь юридическая, консультации даются. Коллектив тут самый большой не только в городе, но и в Челябинской области. Также он является самым молодым. Но это не мешает им выполнять свою работу качественно и каждому делу подходить с особым вниманием. Движение транзакции, посмотреть, каким-то образом надо объективные доказательства, суммы уточнить, какие были передвижения. Я, конечно, считаю, необходимо провести оперативное совещание с сотрудниками УВП. В этот день хотелось бы поздравить в первую очередь своих подчиненных, а также остальных коллег с Днем образования Следственного комитета. Желаю всегда следовать по курсу уверенности и успеха. Любое следствие доводить до верного, победного и справедливого конца. Желаю обладать мужеством, решительностью, настойчивостью. И самое главное, наверное, всегда оставаться человеком и в жизни, и в службе. Работа кипит и в Ленинском межрайонном следственном отделе. Он контролирует защиту прав и интересов граждан еще и в Верхнеуральском районе. На сегодняшний день тут трудится 11 оперативных сотрудников, пять из которых молодые, со стажем работы до пяти лет. Однако, несмотря на свою молодость коллектива, коллектив работоспособный, стремится к профессиональному росту, подходит к работе, как и любой следователь творчески должен подходить, нацеливая на это молодых, учим. За год Ленинский отдел рассмотрел более 1100 сообщений о преступлениях, из которых почти 190 уголовных дел возбудили, а 105 направили в суд. За всеми этими цифрами стоит упорный труд всех сотрудников, которые горят и живут своим делом.